Дар, талант или просто упорство? Что по-настоящему важно? Домра стала первой любовью Игоря Урбановича. Сейчас же в его руках тенор, баритон и даже электрогитара. Без музыки юный виртуоз свое будущее даже не рассматривает. Совсем недавно парень стал лауреатом республиканского конкурса народных инструментов и положил еще одну награду в копилку школы. Когда ты играешь мелодию, то ты выражаешь свои мысли, какую-то историю рассказываешь из своей жизни, из чего-то, что было у тебя, что близко другим людям. В 2013-м одно из старейших музыкальных учебных заведений республики реорганизовали в школу искусств. Сейчас здесь обучается почти тысяча ребят. Пианисты, скрипачи, цимбалисты и гитаристы, певцы и театралы. В этом году готовятся принять еще 220 будущих маэстро. Ежегодно более 25% выпускников продолжают учиться по своим направлениям, поступают в специализированные колледжи и университеты. Дети, которые учатся в школе искусства, это всегда другие дети. Потому что это дети с другим кругозором, дети, которые вырабатывают в себе терпение, работоспособность, ответственность. Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. А праздники, как известно, не обходятся без подарков. На территории Центра коррекционного развития появилась новая игровая площадка – карусель, змейка и турники. Оборудование, уверяют специалисты, поможет малышам правильно развиваться. Его приобрели благодаря акции Белорусского детского фонда. Это помощь, конечно, в виде игр развивающихся, в виде вот этой площадки для детей с особенностями развития. Эти дети, как никто, нуждаются. Сейчас в Центре занимается свыше 30 детей с психическими и физическими нарушениями. Здесь организованы все условия, чтобы малыши чувствовали себя комфортно. Такое учреждение, как наше, для того, чтобы такие дети, имеющие тяжелые нарушения развития, проблемы со здоровьем, оставались в семьях. Потому что чаще, когда в такой семье возникают проблемы, конечно, они нуждаются в поддержке. Такая поддержка есть у них. Надо, чтобы всегда, я считаю, что 1 июня здесь вот так собиралось много людей, детки здоровые, детки с ограниченными возможностями. Это очень полезно для всех, и для наших деток, и для здоровых деток. Поэтому это очень здорово. Спасибо всем организаторам за праздник такой, что радует наших деток. Не только таких индивидуальных деток, но и всех наших детей. Поздравляем с праздником. Еще одно событие – открытие волонтерского проекта «Планета лета». Вплоть до нового учебного года организовывать досуг школьников будут 8 тематических площадок. Двери открыты любому желающему. Я считаю, что данный проект очень важен для наших детей. Максимально можно обеспечить занятость в период летних каникул. Чем вы занимаетесь? Мы формим животных, ухаживаем за ним. А откуда у вас вообще животные? Мы их разводим, нам их приносят, мы их лечим. А у тебя есть любимчики? Любимчики, да. У меня есть ворсвая свинка, шиншилла Томик и хорек-ключка. Представители МЧС, ГАИ и Освод станут частыми гостями летней программы. Здесь еще раз повторят, как правильно вести себя на дороге, возле водоемов и в случае экстренной ситуации. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.